Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов и их автобиагра Жан Дюэ, ювелир-гравюр, ныне наиболее известный своими гравюрами. Он был первым значительным французским гравюром, выпустил около 73 известных пластинок, которые передают очень личный стиль, часто сравниваемый со стилем Уильяма Блейка, с очень насыщенными композициями, сильным религиозным чувством. Его работа отличается свободой и непосредственностью, не имеющими аналогов в гравюре эпохи Возрождения. Его биография окутана тайной, поскольку существует разногласий по поводу того, был ли он Жаном Дювее Дижона или это было кто-то другой. Родился в семье Дижонского Уильяры в 1485 году, предположительно в самом Дижоне. Я пользуюсь переводной википедии. Его первой датированной гравюрой является Благовещенной, 1520 года. Хотя он оставался в провинции, был назначен ювелиром Франциска I и Генриха II. В его гравюрах прослеживается влияние театрализованных постановок и декораций. Не сохранилось ни одного известного образца его ювелирного искусства, хотя заказы для Франциска I и других лиц задокументированы. Умер, вероятно, в Лагре после 1562 года. Был еще один дюет. Был также записан Жан Дювее из Дижона, работавший ювелиром в Кальвинистской Женеве в 1540-1556 годах. Но большинство ученых теперь считает, что это был кто-то другой. Вероятно, его племянник. Копировал гравюры Марк Антонио и Монтени. И его техника бурина особенно обязана первому. Его самая известная работа – серия из 23 гравюр, посвященных апокалипсису. Фронт списка, который датирован 1555 годом. Они во многом заимствованы из знаменитой серии гравюр на дереве Альбрехта Дюрера. Но очень отличается по стилю – многолюдной, даже запутанной и интенсивной. Восемь из серии так и иначе заимствует свою композицию у Дюрера. Работа Дюве сильно контрастирует с утонченным искусством, созданным при дворе Фонтебло. Движущей силой композиции Дюве является визионерская природа его материала, которая вдохновляет его ставить символические выражения, выше соображения о пропорциях, масштабе или пространстве. Работа Дюве, как и работа Росса и Панторма во Флоренции 1520-х годов, были созданы в городской атмосфере религиозного воодушевления. Некоторые ученые также сравнивают творчество Дюве с творчеством Уильяма Блейка. Они также вдохновлялись средневековыми художниками и гравюрами высокого возрождения и использовали манерийские формы. Вот так вкратце из переводной википедии о ювелире и гравюре Жанне Дюве. Пока-пока, до свидания, смотрим на работу.